Ценообразование. Вчера я предупредил вице-премьера, правительство первого вице-премьера, который головой за это отвечает. Была поставлена задача по выработке мер контроля и регулирования цен. Я хочу, чтобы вы это услышали. Мы должны выработать меры контроля за ценообразованием. Что касается заморозки цен, речь шла до 20 октября или до тех пор, пока не вступит в силу постановление правительства. Еще раз повторяю, никакой речи о тотальной навсегда заморозке цен речи не шло, если кто-то это не услышал. Речь шла о том, что накопили вот столько жира, ну может вот столько, но он жир этот есть, и вы меня не убедите, что его нет. Это касается всех. И бизнесменов, предпринимателей, и государственной формы собственности руководителей. Жира хватало. Вы слышали, как всплеснуло в правительстве в феврале месяце, и этот всплеск так и остался. И к этому всплеску добавили еще в рост цен, что еще надо. Поэтому, как человек земной, я это прекрасно все понимаю. И мое решение до сегодняшнего дня, не трогать цены, не прикасаться даже рукой, было продуманным и обоснованным. Скажите, кто рухнул до сегодняшнего дня? Никто не рухнул. Кое-кто испугался, потому что больше на ценах свое состояние создавать не будете. Касается всех производителей, оптовиков и розничной торговли. Всех касается. Но это не значит, что цены остановлены, и завтра они расти не будут. Вот если мы в тупую их заморозим, то действительно, прежде всего, по кофе, бананам, еще по чем-то, в первом приближении, цены вырастут. Потому что это не от нас зависит. Мы их закупаем. Но для нас это небольшой страх. Кто любит кофе, пейте, пожалуйста. Если кофе подорожал, ну извините, я могу предложить молоко, чай. Ничего, я кофе не пью и жив-здоров. Хотите, я не против, надо. Кто-то хочет курить. Курите, ради бога, я не курящий человек. Если табак подорожает, ну... И то, и кофе, и табак, и бананы. Рост цен на импорт тоже будет контролируемым. Я надеюсь. Такая правительственная задача поставлена. Никаких бонусов в торговле на импорт вообще быть не может. Что значит, мы у тебя товар возьмем и поставим вот на эту полку, если ты нам что-то приплашешь. Взятку дашь. Упаси вас, Господь. Ни на импорт, ни на наши товары никаких бонусов быть не должно. Но в основу концепции контроля и регулирования цен, регулирование, если можно и нужно, должно быть положено... Что, Николай Геннадьевич? Справедливость должна быть, а не себестоимость положена. Простите. Полдня я тебе вчера вбивал голову, ты мне сразу ответил, справедливость, сегодня себестоимость. Но я в экономике уже вчера... Да, да, да. Только в экономике такого понятия нет справедливости. Я вчера тебе говорил, такой категории нет. Но в жизни людей, в головах людей, справедливость всегда должна присутствовать. А себестоимость, ты прав в том плане, что если вы хотите быть богаче, сокращайте себестоимость. Когда я смотрю, 270 тысяч рублей, один, второй, третий богачи, которые там создали какую-то сеть, в месяц получают, сидя в Италии. А контролер-кассир у него в магазине сколько получает? От 700 до 1000 рублей. А тут 270 раз. Какие могут быть убеждения и разговоры? Где эта справедливость? Почему такая разбежка? Мы же ограничили на госпредприятиях. Если средняя зарплата на заводе 1000 долларов, руководитель не может получить больше 6000. Ну ладно, в 6 раз от средней зарплаты, а здесь же в 200 раз. Они оформляли премии от прибыли, а не заработную плату. Слушайте. Не, ну это игра. Я вам расскажу, как было у меня. Я зарплату получал по алфавиту, моя фамилия стояла вместе с рабочими крестьянами. И человек видел, вот директор получает зарплату, а вот я. В этом основа. Что сегодня, директора нищие? Далеко нет. Они живут не хуже вас. На госпредприятиях, а на частных предприятиях вы видите, что происходит. Поэтому в основе должна быть справедливость. Если вы с губернаторами решите, что цены надо подвинуть доход 10 раз, чтобы они на полках эти были товары. Двигайте. Но я буду знать, что Снапков и губернатор за это несут ответственность. Они под этим подписались. Мы же сегодня вообще не контролируем этот процесс. Ходим толпой. Депутаты, профсоюзы. И пошли, поехали в комитет госконтроля. Толпами, толпами. Не надо толпами ходить. Надо выработать систему. Один раз в магазин зашел, глянул. Показалось вам, что цена выросла. А ну-ка иди сюда, покажи накладную. Откуда, где, что. И пошли разборки. А если надо где-то повысить цену. Слушайте, это исключительный случай. Давайте повысим. Если еще что-то всплеснет. Ну тогда мы на уровне президента соберемся. И будем всплескиваться. Я почему это говорю? Потому что я вижу жуткое давление. На вас прежде всего. Но уже и на меня начали выходить. Ах, на паузу экономику поставили. Какая экономика на паузе поставлена? Я вас потом поставлю на паузу. Четко должно. Ты пришел в торговлю работать? Работай, приветствуй. Мы тебе помогали. Мы тебе землю дали. Мы тебе кредиты дали, чтобы построить предприятие. Ты взял людей, принял на работу. Ты за них прежде всего отвечаешь. Пожалуйста, работай. Правила вот такие. Мы в убытке тебя не загоняем. Потому что это нам во вред. Нет, но если ты не понимаешь требования государства, ну, парень, тогда нам не с тобой. Вот такой должен быть подход. Эти уже бюргеры из-за границы звонят, дают команду. Вы тут смотрите, это же там президент не такие решения принял. Они уже начинают продавцов обычных настраивать против власти. Это уже органы власти соответствующую команду получили. Еще раз подчеркиваю, речь не идет о том, чтобы заморозить и сидеть, руки сложив, а потом кивнуть на кого-то. Нет. Мы должны это взять под контроль. Новый товар? Дай Бог, чтобы его было больше. Но разделить, как я говорил, дохлую курицу пополам и сказать, что это новый товар, так не будет. Поэтому новый товар – это новое потребительское качество. А то, видите ли, взвыли. Не то решение принято. Отступление быть не может. Но не дай Бог, я вчера тебе говорил, не дай Бог, будет принято какое-то куция непонятное спустя рукова решения. Ты в правительстве за это отвечаешь. Прежде всего. Что пропишешь губернаторам, депутатам, профсоюзам и сенаторам, то и будет.